Ассалм алейкум ва рахматуллахи ва барракату, мир вам и благословения Всевышнего. В наш журнал выходит священный Рамадан, в месяц, в котором был неспослан Коран, в котором всем верующим был предписан пост и месяц, о котором каждый день говорят шатрах фонда Ердан. В этот месяц шатры называются шатрами Рамадана, в которых проходят ежедневные самые большие в Казани и в Тарах. О них и не только в нашем выпуске. Это великий месяц, месяц Рамадана, это месяц Аллаха, это месяц Корана, это месяц прощения и освобождения от огня. Хвала Аллаху, который нас довел, дал возможность дожить до сезона добра, до благословенного месяца Рамадана. Хвала Аллаху, который предписал для нас соблюдение поста, посредством которого мы воспитываем свои души, тела и сердца. Каждый вечер в шатрах Рамадана проходят и в Тары. Для совместного разговения после дневного поста двух шатрах фонда Ердан накрывают со столы на 1200 человек. Делиться хлебом насущным – одна из основных идей Рамадана. И известно, что вознаграждение от Создателя получает не только тот, кто держит пост, но и тот, кто накормит постящегося. И альхамдулиля, хвала Всевышнему, есть люди, готовые делиться богатством, что даровал им Творец, и проводимые ими и в Тары пользуются популярностью. Даже в шатре, рассчитанном на тысячу человек, порой не хватало мест. Разделить трапезу вечернего разговения вместе с мусульманами может любой. И желающих много. И это не только жители Казани и районов Татарстана, но также и граждане ближнего и дальнего зарубежья. Это уже второй год здесь. Я уже привык к вам ходить, потому что там такая атмосфера, можно сказать. И для меня это очень большой шанс быть мусульманами и быть в Татарстане самым. Очень приятно, люди принимают Рамадан и очень серьезно, так что это очень хорошо. Мы в Ердаме на Ифтар проводим уже третий год. Все очень нравится. Действительно, организаторам, людям, которые организовывают такие подобные мероприятия, нужно с благодарностью относиться к этим всем благам. Аллах Тагля, который берет, посылает людей, которые организовывают эти вещи. Действительно, очень важно сближать народ, сближать мусульман, собравшись на Ифтар вечером, это очень... Аллах Тагля, иншалла, пусть примет все деяния, все старания людей, которые вкладывают свою энергию, душу. Он согласно хадису напоил человек и попал за это в рай. Друзья, собаку. Кто первым из людей держал воск уроза? Кто первым держал? Он же и уроза наиболище вот к мусулькам. Буду не рады, как все. Уже не первый год Ифтары в Большом шатре Рамадана проходят с проповедью имама, с нашидами и с гамельнуром. У известного в Казани ведущего различных торжеств к проведению Ифтаров особый подход. Это очень ответственное обязательство, можно сказать, работа и штихат, потому что надо правильно все делать. Люди очень грамотные здесь сидят. Они читали Коран, они читали, знают ислам, правила шариата. Поэтому нельзя из рамки этой выходить. Еще есть понятие так, как вот этот масхаба. Поэтому мы все делаем то, что написано в сайте духовного управления. Мусульман. Там, оттуда мы взяли вопросы викторины, оттуда взяли темы. Вот эти темы раскручиваем. Плюс к этому очень подкованные, очень грамотные хазраты. И корректные, и дипломатичные. Они на все вопросы отвечают. И дополнительно, я как шоумен, мне хочется взбодрить людей. Но надо знать грань, потому что это все-таки же духовно-сакральное мероприятие. Каждый желающий может не только приобщиться к уникальной атмосфере тепла и любви, но и принять в ее создание активное участие. В новом шатре фонда «Ердам» большинство мест занимают люди с ограниченными возможностями. Представители общества инвалидов поселка Юдина, общество глухих, колясочники, старожилы, ветераны, прихожане мечети Сулейман и Ерден. Среди особых гостей ифтаров слушатели курсов в центре Ерден. Во время рамадана традиционно в лечебно-учебном реабилитационном центре фонда Ерден проходят курсы для незрячих и слабовидящих мусульман. Уже, Мадина, вы учили шрифт? Да, полностью. Полностью? Как получается или тяжело? Я бы не сказала, что легко. А что, сложность в чем? Запоминать это все, прошупать, понять, какая буква. В конце курсов, которые закончатся вместе с рамаданом, мы еще поговорим с Мадиной, как и с другими реабилитантами. Сейчас лишь отметим, что они как отличники ходят на уроки и занятия и держат пост, который, по их словам, вердами держать одно удовольствие. Для нас, незрячих, это самое то, что вот здесь они держат уроза. Вот, естественно, я сама тоже второй год держу, я раньше не держала, а вот, алхангель, на своем опыте убедилась в этом, не со слов других. Что легко здесь, да? Да, да, легко, действительно, все, что нужно. Урозу-то все хотят держать, все в САОП заработать, а вот возможности есть не у всех далеко. И тут и пища халяльная, и все, и на готовенькой пришли. Все, что нужно, так сказать. Главное, читай, читай, молись, и все условия для этого. Стоит отметить, что кроме ифтара в Большом шатре Рамадана каждую ночь проводится и сухур. Это предрассветная трапеза перед постом, на которой также много гостей. Я впервые присутствую на ифтаре, и это мой самый первый пост. И, честно говоря, мне это понравилось сюда приходить, потому что пост, он как бы... Я начал себя понимать лучше, это как бы во время поста и во время молитвы тоже, как бы, это более так, как осознание, лучше себя начинает что-то думать. Я пока не знаю, что будет дальше, Никто не знает, что будет дальше, но мне как бы нравится, я, предлагаю, буду продолжать ходить, помечать. Есть чем сравнить такой масштаб, аль-хамду-ля, маршала, то есть на 1200 мест ифтар первый раз посетил такой ифтар, аль-хамду-ля. То есть пусть люди дальше так же продолжают жертвовать, так же кормят постящихся маршала. И особенно, когда видишь, люди с ограниченными возможностями сидят за соседними столами, то есть начинаешь ценить то, что тебе даровал Всевышний Аллах. И аль-хамду-ля, что у нас есть возможность поститься и посещать такие мероприятия, где жертвуют на пути Аллаха и кормят постящихся, чтобы получить такой же салаб, сколько и сам постящийся, аль-хамду-ля. Я еще в таких местах не бывала ни разу, вообще не пересказать это все, как приятно, как хорошо встретили нас, как хорошо вкусно накормили, плюс обслуживание приятное, люди такие хорошие. Спасибо вам. После ифтара многие его участники остаются, и молельный зал в Ердаме полностью заполняется. Традиционно во время Рамадана каждый вечер в мечети Ердам, как и во многих мечетях республики, читается таравих-намаз. Это намаз, который желательно совершать всем мусульманам. Он не возмещается ни по отдельности, ни коллективно, и совершается только в этот благословенный месяц. Каждый день Рамадана во время таравих-намаза звучит один джуз Корана. До окончания месяца поста Коран-Хафиз Мухаммад Амин Даудов прочитает все священное писание. Уже традиционно фонд Ердам принял активное участие в обеспечении продуктами мусульман в исправительных учреждениях Уфсин по Татарстану для проведения ифтаров и празднования Ураза Байрам. Хвала Всевышнему Аллаху. Вот уже который год мечеть Ердам становится местом сбора продуктов для исправительных учреждений Республики Татарстан, для мусульман исправительных учреждений, чтобы они вместе с Рамадан смогли также, как и вольные мусульмане, почувствовать вкус и радость этого месяца. Мы надеемся, мы молимся Всевышнего Аллаха, что благодаря нашей позиции, нашей активной позиции, все мусульмане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы в Республике Татарстан, смогут провести ифтары, и сухуры, и провести месяц Рамадан, так как это требует ислам. В мае руководитель реабилитационного центра, вице-президент фонда Ердам Маляка Ханум Гельмудинова и президент фонда Ильга Масмогилов отметили свои дни рождения. Вместе с Элдаром Хазратом Боязитовым они стояли у истоков основания фонда Ердам. Главный Казырь Татарстана Джавиль Хазрат Фазлыев вручил Маляке Ханум юбилейную медаль Дум-РТ, а Элдар Хазрат Боязитов наградил медалью Мухтасибата Московского и Кировского районов Казани. Президент фонда Ердам Ильга Масмогилов отмечал день рождения уже в Рамадан и также был награжден медалью Мухтасибата. Да будет доволен имя Всевышний и наградит благом в обоих мирах. Ердам посетил мэр Казани Ильсур Медшин. Он встретился с незречими и слабовидящими людьми, которые приехали на реабилитацию и поздравил их с наступлением Рамадана. Ильсур Медшин рассказал о проводимой в городе неделе добра и подарил лечебно-учебному реабилитационному центру двухместный велосипед «Тандем». Ильсур Медшину показали также спортивную площадку, на которой компания «Доростройкомплектация» провела полную реконструкцию. В рамках недели добра благотворительный проект компании был завершен в короткие сроки и уже активно используется сотрудниками фонда и прихожанами мечети. Не меньшая популярность и у подарка от мэра Казани. Поиск на велосипеде для незрячих – одно из любимых и немногих развлечений. В Центре изучения Корана при мечети Ярдам прошло подведение итогов учебного года. Родители, шакирты, наши славы, я хочу поздравить и поблагодарить вас с окончания вечернего года. Хочу пожелать вам удачи и успехов. Вице-президент фонда Ярдам Малика Ханум Гельмудинова пожелала шакирным продолжать учить и изучать Коран, отдельно поблагодарила и отметила руководителя Центра изучения Корана Коран Хафиза Мухаммада Аминдаудова. Ученики Центра показали по учительной сценке то, как происходит сдача усвоенного материала устазу, исполнили нашиды и в торжественной обстановке получили сертификаты о прохождении годовых курсов и памятные подарки. Перед завершением учебного процесса юные шакирды сдали экзамен по тому материалу, что каждый смог освоить за учебный год. И у каждого свой уровень полученных знаний. Кто-то только начал постигать азы арабского языка и его произношения, кому-то удалось выучить несколько сур. Имран Шабугаев Который приехал в Йордам учиться из Бельгии, в этом учебном году полностью закончил обучение, за время которого не один раз становился победителем в различных конкурсах. Чеченец по национальности, незрячий Имран, приехал в Йордам 12-летним мальчиком, который не знал даже и русского языка. На заучивание главной книги мусульман у него ушло 4 года. Теперь ему осталось сдать экзамен знатокам Корана и получить и джазу, свидетельство о знании, которое передается по цепочке и идет от самого пророка. Мир ему и благословение Всевышнего. Как я начал Брай учить у Маликахану, это вот я помню, это было тоже очень тяжело, но, альхамдуллах, я мог бы учить тоже Брай. Потом пришел к нашему Мустазу, тоже ему огромное спасибо, что он очень сильно трудился. Спасибо за его терпение, за его знания. Он много чего сделал для нас, для всех остальных сотрудников фонда «Ярдам» тоже. Вы много сделали для меня, да будет доволен вами Аллах. Благодарность в адрес руководства фонда и центра изучения Корана звучала и от взрослых. Очень большая, огромная работа, то, что наши дети в этом учреждении получают знания. Это самые полезные знания, какие могут быть, я считаю, и в этом мире, и в том мире. Это очень благо и для... Я, конечно, волнуюсь, но я очень благодарна. Вот мои дети, и даже за Имрана я очень рада. Это благодарна вообще за всех детей, потому что я считаю, что это не только наши дети, а все дети – это наши дети. Да, да, да. Вот, мои родители очень благодарны. Потому что в сегодняшний день мы не знаем, за кого мы попадем в Рай, мы даже не знаем. Вдруг приходит кто-то другой и скажет, за руку держит, пойдем в Рай. Мы не знаем. Вы знаете, мы когда приходим в Рай, мы просим дыха за всех. И за это уменьшить, чтобы здесь вот каждый верующий, каждый человек мог прийти и получить, как сказать, душевное спокойствие, и получить полезные знания. И благодаря тому, что наши дети учатся здесь, я уже вижу огромные результаты, и мы вам очень благодарны. Время летит быстро, и, к сожалению, половина Рамадана уже позади. Но до его завершения мусульманам стоит задуматься о том, чтобы заранее выплатить закят Бесадаку Фитр. Почему так считается предпочтительнее, узнаем у имама мечети Ярда. По милости Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад нам сказал о том, что любое благодеяние, совершенное в месяц Рамадан, увеличивается от 70 до 700 раз. Именно поэтому все мусульмане стараются сделать как можно больше благодеяний в этот месяц. В этот месяц выплачивается закят, то есть те люди, которые имеют средства и занимаются каким-то бизнесом. Богатые мусульмане выплачивают закят в пользу неимущих мусульман. Также есть такая возможность накормить постящегося, о чем пророк Мухаммад сказал, тот, кто накормит одного постящегося, получит такую же награду, как будто постился сам. И, соответственно, еще кроме этого, в месяц Рамадан есть такой вид садаки, который отличается, скажем, от других видов садаки. Это садака-фитр. Это пожертвование дается только в месяц Рамадан. Выплачивается оно с каждого члена семьи. Нынешний размер пожертвования садака-фитра составляет 100 рублей. Это делается для того, чтобы бедные неимущие мусульмане тоже смогли почувствовать праздник и накормить на эти средства свою семью в праздник Ура-За-Байрам. Рамадан часто называют месяцем добрых дел, ведь известно, что награда за их совершение увеличивается многократно. И у всех у нас еще есть время сделать хороший задел для будущего. Да будет доволен вами Аллах, и да будут приняты наши посты. Ассалм алейкум, ва рахматуллахи, ва барраката. Субтитры создавал DimaTorzok